Ноябрьск 24 продолжает свою работу и сейчас о главных темах понедельника. Красная зона. Как работают медики в одном из ковид-госпиталей Ноябрьска и почему они не расслабляются даже в период спада заболеваемости? Без тепла в 30-градусный мороз. Десятки домов в Ноябрьске сегодня остались без отопления из-за порывов на теплосетях. Устроили праздник дома. Тружеников тыла в Ноябрьске поздравили с наступающим Новым годом. В Ноябрьске скончался 59-летний ковид-пациент. Такие данные приводит региональный оперштаб. Всего в регионе за сутки зарегистрировано три летальных исхода среди зараженных. Еще двое мужчин 60 и 67 лет скончались в Новом Урингое. Что касается заболевших, то за сутки их число выросло на 188 человек, 31 в Ноябрьске. Выздоровел 221 человек. Ситуация стабилизируется, но расслабляться рано. Так о своей работе сейчас говорят сотрудники ковид-госпиталя на базе спеццентра. Там находятся пациенты, которые переносят болезнь, в том числе в тяжелой форме. Врачи дежурят круглыми сутками. И это несмотря на неудобные костюмы, отсутствие перерывов на обед и усталость. Каково это быть врачом в условиях пандемии? Что снится пациентам реанимации, знает моя коллега Яна Джуз. Подготовка к красной зоне для медиков начинается здесь. В этой комнате находится единственная защита медперсонала от COVID-19. Спецкостюмы надевают по особому алгоритму. Порядок нужен для того, чтобы полностью закрыть кожу от внешней среды. Специальные бахилы, закрытый комбинезон, двойная пара перчаток, две маски, специальные очки, шапочка и капюшон. В этом каждый врач вынужден работать 12 часов своей смены. В госпитале полнейшая тишина. Слышны только работающие аппараты. Все врачи находятся рядом с пациентами. Круглосуточно под камерами они следят за динамикой их состояния. В кадре одной из них врач Юрий Тармаев работает с самой тяжелой пациенткой. Женщина не дышит самостоятельно уже несколько дней. Пациенты у нас находятся в медикаментозной коме. То есть они по весь период нахождения на ЭВЛ они у нас спят. В искусственную коммуника мы вводим, чтобы обезболивание происходит. То есть они чтобы не ощущали внешних разрушителей никаких. Заболевание очень коварное и невозможно оценить, в какую сторону упадет. То есть за каждого пациента мы боремся, круглосуточно смотрим. Ковид-19 пользуется человеческими слабостями. Это врачи знают наверняка. Излюбленные слабые места вируса, сердечно-сосудистая система и органы дыхания. Хронические заболевания самые частые спутники пациентов реанимации. В основном пациенты, которые находятся в реанимационном отделении, это, во-первых, группа риска, это люди возрастные, у которых сопутствующие патологии. Очень часто встречается в том числе сахарный диабет. То есть такое заболевание, сопутствующее, которое осложняет течение коронавирусной инфекции, дает такие вот осложнения в виде дыхательной недостаточной уступки респираторного дистресса синдрома. Каждая спасенная жизнь, как победа на самом страшном поле боя. Ольга одна из тех, кого врачи сумели спасти. Несколько дней женщина провела в коме. Не помнит ни того, как проходили эти дни, ни того, как в госпиталь поступил и ее муж. Сейчас со слезами на глазах Ольга благодарит медиков красной зоны сразу за две спасенные жизни. Знаете, вот говорят, когда люди умирают и что-то им белое снится, вот что-то такое белое, как труба какая-то. Да, это впервые в жизни я с этим столкнулась. Страшно, очень, конечно, страшно. В любом возрасте хочется жить. Но добрые ангелы вот есть. Смена каждого медика в госпитале длится 12 часов. Перерыв всего один, максимум 40 минут. Это единственная возможность сделать глоток свежего воздуха и перекусить. При этом нужно успеть правильно раздеться и одеться. У нас на первом этаже есть комната, где мы все это снимаем. Потом идем сам, пропускник полностью купаемся, моемся. Ну и следом переодеваемся в чистую одежду и идем. Большая часть медиков давно не обнимали родных. Некоторые находятся вдали от дома несколько месяцев. Пандемия проходит волнами. То хуже, то лучше. Сейчас ситуация немного стабилизировалась. Но врачи уже точно знают, как встретят новый 2021 год. Вы где будете встречать? В больнице. Здесь? Да. Не расстроились? Нет, это работа такая, что расстраивается. Врачи говорят, что выздоровление пациента зависит не только от состояния его здоровья, но и от правильного его настроя. И тогда можно выйти из этой зоны как можно скорее. Яна Джус, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. На Ямальской метеостанции полуйский заказник приняли роды. Малыш появился на свет в семье оленеводов из Приуральского района. Когда у женщины начались схватки, люди выехали к метеостанции, чтобы вызвать скорую помощь. Бригада добиралась на реанимобиле, а затем пересела на снегоход. Ехать пришлось больше 100 километров. Дорога заняла 5 часов. Доехать до больницы вместе с пациенткой не успели бы. Малышу не терпелось появиться на свет. Поэтому роды пришлось принимать прямо на станции. На свет появился здоровый мальчик. Папе сообщили, что родился мальчик. Папа был счастливый и довольный. Сказал, что это будущий оленевод. Мы с ним согласились. Потому что они семья оленеводов. Как раз они по пути вот кослали. И вот у него разболелся живот. Еще ей рожать только в январе. Получается, она молодая семья. Недавно они расписались. Поэтому это долгожданный первый ребенок. Маму с малышом уже доставили в перинатальный центр Салихарда. Помогали появиться ребенку на свет. Акушер-гинеколог, врач-педиатр и фельдшер скорой помощи. Один из специалистов, Татьяна Ревина, состоит в рядах волонтеров-медиков. Ветклиники Ноябрьска откроют рентген-кабинет. Об этом сообщили в окружной службе ветеринарии. Сейчас, чтобы провести обследование, хозяевам питомцев приходится отправляться за сотни километров. Как правило, собак и кошек возят в Сургут. В профильном ведомстве заверили, в ближайшее время вопрос будет решен. Планируется, что аппарат начнет свою работу в городской ветклинике в марте 2021 года. Оборудование уже установили, а специалисты, которые будут на нем работать, прошли нужное обучение. Больше двух десятков домов сегодня остались без отопления. Так, на проспекте Мира в районе дома 38 произошел порыв на теплосетях. Как уверяют местные, жители и коммунальщики пытались исправить ситуацию в течение нескольких дней. В энергогаз Ноябрьске пояснили, что ремонтные работы продолжались и сегодня. На время устранения неполадок организации пришлось отключить отопление в двух жилых домах – в 36-м и 38-м. Во второй половине дня проблему удалось решить. Подачу ресурса возобновили. Вместе с тем в социальных сетях появилась информация о еще одной аварийной ситуации. Прорвало трубу на Мира-14, но самая серьезная ситуация сложилась в поселках. Из-за порыва на Киевское подачу ресурса приостановили на улицах Уренгойской, Багульной, Просторной и в поселке УТДС. Восстановили подачу к пяти часам вечера. Пять новых субсидируемых авиарейсов появятся на Ямале уже в следующем году. По выгодным ценам можно будет улететь из Надыма в Сочи, из Симферополь, из Ноябрьска в Сочи, а также из Красноселькупа в Салихарте-Тюмень. В следующем году на Ямале продолжат субсидировать и перелеты для многодетных семей. Если билеты на следующий год уже приобретены за полную стоимость, их можно обменять и вернуть разницу в цене. Для этого нужно обратиться в кассу авиакомпании «Ямал». 12 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей – таковы результаты ноябрьской команды в региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы». В этом году соревнования из-за пандемии проходили дольше обычного. Три недели вместо одной. Команда из Ноябрьска стала самой многочисленной. В нее вошло 85 человек. Это юниоры, студенты и участники в категории 50+. Всего же в округе проходили соревнования по 63 компетенциям, или, говоря проще, дисциплинам. В них участвовало 350 ямальцев из 8 муниципалитетов. Обладатели золотых медалей войдут в региональную сборную, которая представит «Ямал» в НАЦ-финале. В Татарстане сказали, что будет НАЦ-финал. Пока точно мы еще не знаем, но надеемся, что скоро мы узнаем. Очередной диктант предлагают написать россиянам. В этот раз у жителей страны хотят проверить знания о здоровом образе жизни. Инициатор диктанта Минздрав России обещает, отвечая на вопросы, можно не только оценить уровень знаний, который уже есть, но и получить новые. В диктанте 50 заданий, на прохождение отведен час. Проводится тестирование онлайн с 21 по 26 декабря. Адрес сайта на экране. Мы продолжаем рассказывать о лауреатах первой региональной премии «Человек-года». Одним из ее победителей стал человек, который, кажется, знает все законы ямальской природы. Даже дикие животные спокойно чувствуют себя у него на руках. Ведь знают, что получат помощь и защиту. Номинация «Экология». Ему еды здесь хватает на реке Таз. Кормой, малек. У нас же здесь теперь муксун водится. Малек, видать, не уходит. Он ее гоняет. Эта история развернулась в Гассале в конце марта. Словно маленького ребенка местный житель Афанасий Тейси додержит на руках детеныша Нерпы. Как зверек оказался так далеко от воды и так близко к человеку, до сих пор остается загадкой. В тот момент ясно было одно – нужно разворачивать спасательную операцию. Его люди обнаружили вот возле буровой. Он вышел к людям, видать, на запах еды или на запах, может быть, рыбы. Люди сразу сообщили. И вот я поехал и вот забрал. Распорядился. Сразу я долго-то не думал. Знаю же я по природе все. Где, что, как делается и как отпускается. Нерпу легко можно встретить на побережье Карского моря. Но в Тазовском районе они крайне редкие гости. Тем более рядом с людьми. Однако это верный признак здоровой экологии. Ведь там, где появляется Нерпа, всегда много рыбы. Это, можно сказать, даже посланник природы. Он может по маленьким речкам, ручьям залезть в озеро, где образовывается замор. Он своим дыханием или чем-то делает, чтобы ему дышалось. И рыбы тоже лунки делают, сам пробуривают. И в таких местах замор, соответственно, не образуется. И рыба не гибнет сама по себе. Если человеку не запрещено рыбачить, значит, природа сама посылает вот таких спасителей, как на вроде Нерпы. Теперь, говорит Афанасий Тесида, Нерпа наверняка будет пользоваться лункой, которую для нее пробурили. И даже после того, как уплывет, появится здесь еще не раз. Проживай, все хорошо. Вот и все, уплыв. Добавлю, награда лауреата уже отправилась в Тазовский район. В ближайшее время Афанасий Тесида получит памятную плакетку. В конце недели в ноябрьск ждут крепкие морозы. Уже во вторник, 22 декабря, столбики термометров опустятся до отметки минус 37. И это не предел. В четверг синоптики обещают минус 46, а к пятнице и вовсе минус 50. По словам врачей скорой, метеочувствительным людям лучше придерживаться рекомендаций лечащего врача. Автомобилистам советуют воздержаться от дальних поездок, а если двигатель заглохнет на трассе, звонить на номер 112. Пешеходам рекомендуют одеваться как можно теплее и передвигаться по городу перебежками, отогреваясь в любом магазине или кафе. В ноябрьске подходит к концу акция «Теплый день». В ее рамках юные жители города, чьи семьи оказались в трудном положении, получат подарки к Новому году. Накануне на базе Центра «Современник» волонтеры приняли в дар игрушки и вещи от жителей города. Среди дарителей – сотрудники городских предприятий и организаций, предприниматели и просто неравнодушные люди. Акция проходит уже в седьмой раз. За это время более 7 тысяч жителей округа оказали помощь детям и пожилым людям, которые нуждаются в заботе. В этом году юные ноябрьцы написали 130 писем, которые собраны на сайте теплыйдень.рф. В своем большинстве маленькие ямальцы мечтают о гаджетах и игрушках. Однако встречаются и необычные просьбы. Девочка, которая подходит под категорию нашу для теплого дня, попросила валенки, потому что у нее очень сильно мерзнут ноги. До 30 декабря я и волонтеры наши будут развозить подарки благополучателям. В гости к ноябрьским труженикам тыла пришли Дед Мороз и Снегурочка. В этом году сотрудники Центра «Досуга нефтяник» изменили формат традиционных поздравлений из-за пандемии. С подарками они посетили дома 34 пенсионеров. Подробности у Айгуль Ташблатовой. Новый год – это чудесный праздник. Теплые встречи и, конечно, добрые слова. Дед Мороз и Снегурочкой скрасили рутины Ольги Коваленко. 87-летняя пенсионерка тяжело передвигается, да и слышит с трудом. Зато вяжет отменно. Ажурные салфетки – прекрасные новогодние подарки. Дети войны были лишены радости их получения. Детство для Ольги Алексеевны закончилось очень рано – в 12 лет. У меня образование, три класса. Все работали. А кто? 17 лет на фронт, 17 лет на фронт всех. А мы, пацаны, только до старики, до старухи работали. В прежние годы ветеранов войны с Новым годом поздравляли в Центре «Досуга нефтяник». Но в условиях пандемии пожилые люди оказались затворниками в четырех стенах. Для того, чтобы приободрить их, волонтеры «Победа» совместно с председателем Совета ветеранов и сотрудниками «Нефтяника» решили прийти к ним в гости. За два дня подарки вручили 34 ветеранам. На самом деле это очень ценно, когда мы приходим, дарим подарок. Мы вроде приходим сделать праздник, а в итоге сами уходим с таким подъемом, с такой энергетикой, иногда даже со слезами на глазах. 91-летняя Вера Семеняка детство провела в оккупированной Украине. Однажды за початок кукурузы брошенному кленному советскому солдату немцы натравили на нее собаку. Рана на ноге дает о себе знать, периодически заставляя женщину хромать. Собирали ягоды, яблоки посылали на фронт. А у отец или брат там писали записочку, в ящик ложили. Миссия Деда Мороза и Снегурочки выполнена. Пенсионеры прочувствовали всю магию Нового года, остались рады подаркам и пригласили в гости на следующий год. Айгуль Тожбулатова, Антон Плоский, Ноябрьск, 24. Здравствуйте, Ольга Алексеевна. В Ноябрьске зажглись огни на главной городской елке. Праздник прошел на аллее-бульваре по улице Лениным. Там же открыли и Ледовый городок. В этом году его основная тематика – персонажи современных отечественных мультфильмов. На улице горожане могли встретить персонажей сказок и мультфильмов, покататься на горках и потанцевать. После Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой на специальном автомобиле проехали по городским улицам и поздравили всех с наступающим Новым годом. В этот же день Ледовые городки открылись в микрорайонах Вангапуровских и железнодорожников. Организаторы праздника приоткрыли и тайну встречи самого Нового года. В ночь с 31 на 1 в городском парке пройдет интерактивная программа, которая завершится салютом. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях.